Сегодня в программе. Я пою песни, ем, пью, очень сложно влезаю в автомобиль и общаюсь с коров. Время. Современный бой диктует новые требования к применению военной техники. Среди них наличие быстрого и маневренного транспорта для проведения разведки, идеальной машиной для этих целей всё чаще служит обычное колёсное авто. Впрочем, не совсем обычное, а бронированное и вооружённое. Как, например, этот полноприводный многофункциональный зверь — рысь. Впервые широкой публике авто показали на Параде Победы 9 мая 2012 года. Небольшая партия рысей уже проходит испытания в войсках. Всего в ближайшие годы в нашу армию поступит почти две тысячи таких машин. Для того, чтобы проверить, на что способна рысь, мне пришлось отправиться не куда-нибудь, а в славный город Краснодар. Именно здесь разведчики одни из первых получили в эксплуатацию этот бронеавтомобиль. Это рысь. Я уже проехал на ней 150 метров, и она мне уже нравится. Но так ли хорош этот автомобиль, я пойму только после серии тестов, которые я сегодня буду проводить. Не едем! Идея протестировать рысь возникла не просто так. В условиях локальных конфликтов бронеавтомобиль стал той самой рабочей лошадкой, которая могла быстро доставить небольшую по численности разведгруппу в практически любую указанную точку. Отлично подходит для боя в городских условиях. Ну и не стоит забывать, что с броневика вещал еще Владимир Ильич Ленин. Что лично для меня тоже было серьезной причиной. О машине мне важно было узнать следующие вещи. Вместимость, защищенность, огневая мощь, ну и классические характеристики обычного авто. Как прет, сколько жрет. И начал я простого полигона. Вернее, не совсем простого, а танкового. Технические характеристики бронеавтомобиля «Рысь». Высота почти 2 метра. Длина 4,7 или 5,5 метров в зависимости от типа кузова. Ширина чуть более 2 метров. Двигатель турбодизель объемом 3 литра. Максимальная мощность 190 лошадиных сил. Масса авто 6,5 тонн. Грузоподъемность 3 тонны. Максимальная скорость 130 км в час. Средний расход топлива 14 литров на 100 километров. Во-первых, могу сказать то, что итальянские специалисты, которые разрабатывали этот автомобиль, видимо, решили, что они строят или очередной «Ломборджини», или «Феррари». Потому что здесь пятиточечный ремень безопасности. Ну, то есть, можно пристегнуться здесь. Ремень еще идет один откуда-то. Вот отсюда, сбоку, спереди, сзади. Нет, дико удобно, но поедем на танковый полигон. На этой машине установлен двигатель мощностью 190 лошадиных сил. По идее, мне должно слегка и хватить для того, чтобы преодолеть любые, соответственно, препятствия. Автоматическая коробка. Это какой-то кошмар. Да, коробка автомат на монстров весом в 7 тонн кажется какой-то шуткой. Да, и двигатель 190 лошадиных сил, на мой взгляд, слабоват. Впрочем, оказалось, что это не машина плохая. Просто нечего было на ней ездить по танковому полигону. Я не очень понимаю, куда я сейчас еду. Эту фразу я произнес еще не раз за время заезда. Я не просто не видел, куда еду. Иногда это реально приходилось делать на ощупь. И это при моем-то росте в 195 сантиметров. А что прикажете делать остальным водителям? Вот сейчас проверим углы наклона. Угол вертикального въезда и съезда с горы равняется где-то 60 градусов. А если говорить о углах наклона при горизонтальном проезде по горке, то здесь вроде как 45 градусов. Жарко, я включу кондиционер. Фу. Могу сказать только одно. Можно придумать себе что угодно. Крутую броню. Можно поставить сюда мощный двигатель. Заправлять его соляркой, чтобы было экономично. Можно обделаться, пока ты будешь съезжать с этой горы. Черт меня дернул, поехать на танкодром. Но самое главное в этом автомобиле – это наличие... ...кондиционера. Относительно комфорта итальянцы позаботились на славу. Сидение очень похоже на спортивные ковши, но эргономика просчитана таким образом, чтобы спина всегда находилась в максимально удобном положении. Руль простой, кнопки простые, все простое. Но кондиционер... Кондиционер – это слово в краснодарской степи. Звучит как... Дождь. После небольшого дождя я вернулся на полигон, чтобы посмотреть, как ведет себя машина в условиях русской грязи. Но оказалось, я здесь уже не один. Это мой полигон, они не понимают, что они здесь делают вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге встречи с полигонными нелегалами я встрелал на самой простой горке. Решив, что на сегодня хватит мучить рысь, я отправился к эксперту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже покатался на этом броневике, теперь мне хочется более подробно узнать о технических характеристиках. И есть специальный человек, который об этой машине знает абсолютно все. Это Евгений. Женя, привет. Здравствуй, Ваня. Давай начнем, Ваня, с двигателя. Посмотрим, что находится за двигателем этого машины. Помоги мне открыть капот. Окей. Капот пластиковый. Но тяжелый. На машине установлен трехлитровый турбодизель и века с промежуточным охлаждением воздуха, интеркулером. Женя, какой расход у движка? Ну, автономия этого автомобиля составляет 500 километров на полном баке. 500 километров на полном баке, на трехлитровом движке, мощностью? Мощностью 190 лошадиных сил. Ну, с этим двигателем все предельно ясно. Более подробно я его протестирую уже в дорожных условиях. Давай перейдем к подвеске. На этой машине установлена независимая многорычажная подвеска, что обеспечивает высокую комфортность, также хорошую проходимость. Независимая многорычажная, это я понимаю, что каждое колесо отдельно, само по себе, ни к чему не привязано, нет никакой рамы. Абсолютно на каждом колесо своя подвеска. Хорошо. А как она тормозит? Потому что я здесь не вижу ни дисковых тормозов, ни барабанных тормозов, ничего. Ну, здесь на этой машине установлены дисковые тормоза. Они полностью защищены защитой со всех сторон, что позволяет при подрыве на мине сохранить тормоза в этой машине. Как защищена рысь? Я знаю, что здесь как-то все очень достаточно хитро и сложно. Ничего хитрого, все очень просто. Состоит броня из трех элементов. Это листы с бронированной стали, которые расположены снизу, установлены броник-капсулы, и дополнительно установлены поддоны, которые позволяют гасить при взрыве ударной волны. То есть нижний V-образный лист рассекает эту волну. Если она прошла дальше, то работает бронекапсула. Потом, если уж все, как последняя инстанция, это вот поддон, который защищает экипаж. Совершенно верно. Уже изначально рысь – это жесткая бронекапсула с навешанным на нее оборудованием. Так что если снять с нее внешние элементы кузова, двигатель, колеса и бронелисты, мы увидим цельный металлический ящик с каркасом, который защищает экипаж. Я, как понимаю, это композитная броня специальная, которая там такая пачка слоя. Совершенно верно. Композитная броня – это не просто броня какой-то лист металла, а стоит также из стекла локна и других материалов, собранных пачкой. Что позволяет более эффективно справляться с выстрелами по данному автомобилю. Композитные бронелисты. Они менее долговечны, чем металлическая броня, но по своим свойствам намного ее превосходят. По сути, это сэндвич из разных материалов. В бронелист рыси входит кевлар, металл, специальные полимеры и смолы, и поверх это все связано с стекловолокном. Такой комплекс позволяет остановить пулю, выпущенную из любого стрелкового оружия, вплоть до калибра 12,7 мм. Если, к примеру, мне в броню попал кто-то, потом я должен приехать в часть, открутить лист и прикрутить туда. Совершенно верно. Здесь мы видим, что все элементы расположены на болтах, и при повреждении они очень легко меняются на другие. То есть это композитная броня, достаточно универсальная конструкция. Если вдруг что-то случилось, ты все отвинтил, потом все привинтил, и все у тебя стало сразу хорошо, и машина как новая. Да. Что для меня самого, мне больше понравилось решение, которое итальянцы позаимствовали из своих любимых гонок. Сзади меня, приблизительно вот здесь, вы можете увидеть усиливающий каркас. Те, кто увлекается ралли, или, к примеру, гонками на выживание, с друзьями взяли, в гараже шестерку переварили, из всяких водопроводных труб каркас сварили для жесткости, и поехали с такими же шестерками толкаться. На Рысе каркас стройный, так что на собранной машине, а другой у меня не было, показать, как он работает, невозможно. Поэтому мне пришлось пойти на маленькую хитрость. Основной примочкой бронеавтомобиля «Рыс» является его пассивная защита. Я сейчас говорю о каркасе безопасности. В военную машину эта технология пришла из автоспорта. Суть проста. Есть продольные трубы, есть поберечные, есть диагональные растяжки. Все это дает дополнительную защиту водителю, потому что тонкий металл может вдруг не выдержать. Мне дали небольшую фору. Оказалось, что соревновался я далеко не с простым гонщиком, а с постоянным призером этого заезда. Знал бы сразу, кто за рулем, был бы осторожней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Буквально рысь. Итак, двигатель 190 лошадиных сил. Коробка шестиступенчатый автомат. Подвеска независимая, отдельная на каждое колесо. Тормоза спрятаны в специальной кожухе, которая защищает их не только от грязи, но и от механических повреждений при взрыве. Ну а самым технологичным элементом «Рыси» стала ее броня. Этот защитный чудо-комплекс способен выдержать взрыв шестикилограммового фугаса под нищим авто и сохранить жизнь экипажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вокруг машины ходит человек с зеркальцем, который проверяет, не вывожу ли я под машину что-нибудь запрещенное. К примеру, бойцов, самоволку, возможно, пару ящиков, патрон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После первого дня мучения «Рыси» или с «Рысью» на автополигоне я решил отправиться на ней в город. Но никак мне не давали покоя лавры гражданских версий «Хаммер». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ведь это можно считать одним из показателей популярности авто. Если оно из сугубо утилитарного агрегата уходит в массы, значит, действительно достойно внимания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое достоинство сразу налицо. Независимые подвески ведут себя на асфальте намного лучше, чем на бездорожье. Мягко едет «Рысь», как настоящая кошка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да и объезд пробки в истинно русском стиле по обочине вообще не замечаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой машине есть абсолютно всё. Есть кондиционер, удобные ремни, удобные сидения, но нет магнитолы. То есть музыки. Можно купить любую и поставить за 5 тысяч рублей, но я пошёл другим путём. Лёва! Это артисты кубанского казачьего хора. Ну что, мужики, по машинам? По машинам! Теперь про вместимость. Четыре казака, плюс баян, плюс я. В итоге пять человек влезли в «Рысь», не сказать, что легко, но сидели вполне комфортно. Заявленная вместимость «Рыси» как раз и есть. Пять человек в полной выкладке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баруся! По гамбургеру? Да. По гамбургеру. Ну, мы же в «Макдональдсе». Мы же в «Макдональдсе». Мы же в «Макдональдсе». Так там разворот есть. Я разворачиваюсь, и что? А кто мне в этой машине что скажет? По гамбургеру я предложил не случайно. Первое мне очень хотелось проверить, пройдёт ли автомобиль по габаритам при подъезде, но и заодно посмотреть, как реагируют на него люди. И гамбургеру. Рысь! Первая проблема возникла с самого начала. Я вообще не вижу, что там происходит. Говорят, просочился. По техническим характеристикам на разворот этом автомобиле требуется 7 метров. Вот я и думаю, влезу я сейчас по габаритам. Или придётся сносить столбики. Я не пролезу. Пролезу. Девушка, здравствуйте. Будьте добры. Пять гамбургеров нормально. Пять гамбургеров. И пять маленьких кол. Картошку не буду, спасибо. Мы поём. Ну, с дачи хочется взять. С дачи приезжать. Спасибо большое. Очередное затруднение было ожидаемо. Стёкла на бронеавтомобиле, естественно, не опускались, и в них даже не было бойниц и дырочек, куда этот гамбургер можно было бы попробовать пропихнуть. Мало места. И поэтому мне пришлось чуть-чуть помучаться. Секунду. Секунду. Это очень страшно. Разбираем трубочки. Это вам. Война войной, а обед по расписанию, впрочем, обед уже был, да и война, тоже намечался. Сейчас поеду на мойку. Попробую помыть этот агрегат. Хотя моя рысь, как настоящая кошка, на поверху оказалась чистюлей, я решил навести окончательный марафет, чтобы машина сверкала на солнце и радовала глаз прохожих. Вот только город постоянно подкидывал мне все новые сюрпризы. Причем не самые приятные. Говорят, я не прохожу по высоте машины, мешает башня. Попробуем помыть ее прямо на улице. Ребят, а помыть ее можно? Так, чтобы она эстетично выглядела. Поближе к боксу. Говорят, надо стоять боком поближе к боксу, и будет мне счастье. Скажи, а по какому тарифу мыть ее? Как автобус, грузовик, танк? Сколько будет стоить он, в общем? У нас джип стоит 700. Джип стоит 700 рублей? Да. 700 рублей за джип. Будем считать, что это джип. Ну давайте. Вот там вот потщательнее, потщательнее сверху. В чем ощущение, что мойка для этой машины может стать большой проблемой. В бокс она не пролезает, кафель весь разбомбит, продавит. Но зато взгляды, взгляды, какие взгляды на эту машину. Пожалуйста, протри вот здесь вот рысь прямо, прям тщательно. Тщательно, тщательно вот здесь, потому что все должны знать, что это за автомобиль. Не сотрешь военная машина. Ну что, сколько должен? 700 рублей за это? Где мой пулемет? Где мой пулемет? Ну а сейчас настал тот момент, которого я ждал. Боевые стрельбы. Мне провели подготовку, рассказали, как обращаться с боевым оружием. Выдали каску, бронежилет. Я сейчас это все одену и полезу на башню. Сейчас посмотрим, чьют ли большие бронежилеты на габаритных людей. Перед, Зет. Перед. Перед есть. Не сходится. Вообще не сходится. Туговато. Туговато. О, сошелся. Полез. Сейчас я буду стрелять из этой штуки. Пока на рысь устанавливается только один вид вооружения. Пулемет Калашникова, калибра 7,62 мм. Ну или его аналог – пулемет Печенек. Уже испытанные образцы вооружения нацелены на подавление живой силы противника. Именно из них мне и предстояло стрелять. Для меня на полигоне установили две ростовые фигуры – мишень номер 8. Выставили отцепление. А, значит, что прямо сейчас я могу выстрелить из этого оружия. Снимаем с предохранителя. Эй, тяжело. А что, сложили? На бронеавтобобиле «Рысь» устанавливается пулемет ПКМ калибра 7,62. Я только что из него отстрелялся, и это было супер. Но то, что вы увидите сейчас, никто никогда до нас этого не делал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За время двухдневных съемок бронеавтомобиля «Рысь» мы на нем много чего интересного сломали. Треснул прекрасный, великолепный итальянский пластик. Еще отлетел пластиковый брызговик. Вот так вот прям отлетел. А, и еще. Я не знаю, что это – броня или просто кусок пластика, но смотри. Броняавтомобиль «Рысь» можно назвать прекрасным образцом современных технологий. Непробиваемая броня, отличное ходовое и удобное управление. С испытаниями на нашем полигоне не справился только итальянский пластик. Впрочем, внешний вид – далеко не главный показатель для военного авто. Основное достоинство «Рыся» – ее защищенность. А рассекать на таком монстре по городу – не лучшая идея в мирное время. Вот такая вот замечательная бронемашина «Рысь». Субтитры создавал DimaTorzok